Проговор заключается на три года. Ну, может быть, запрещен не более чем на три года, с правом продления еще на три года. Это значит, что те, кто организовывает заключение этого закрабора, должны готовиться к тому, чтобы через три года переключили. Если организация их силы потеряет и почувствует, так сказать, контрагенты или партнеры, что они не смогут туда стареть, то через три года уровень благ может совершенно другой. То есть они скажут, что мы отказываемся от заключения нового отразления коррективного договора, давайте переговоры по заключению нового. А это означает, что еще не кончился этот договор, они начнут переговоры. А переговоры могут дотянуться, и будет период, когда нет вообще никакого коррективного договора. То есть вот тут обрыв происходит в отношении льгот, гарантий. Ну, и если удастся заключить такой же или не хуже, то будет, соответственно, периодом лучше. А не удастся закрепить, пусть неудачник плачет. Я, думаю, такую ситуацию знаю, когда вот как раз так получилось, и как сразу все изменилось. Потому что там написано в коллективном договоре, что вы получаете рабочую одежду. Такую свою. То есть каждый приходит на работу. А поскольку у них 12-часовые смены, то одежда уже высохшая, визит и так далее. И поэтому, соответственно, ему выдается рабочая одежда на каждого, персонально, им знание. Как только закончился коллективный договор, уже второй был почти готов к подписанию на новый срок. А тут вот такой период, когда уже не коллективный договор, а некоторые обязательства, которые имеется в администрации. Нажать ему дежурный плащ. То есть пришел человек с работы, мокрый весь в мокром плаще. Повесил его, пришли на смену, надели этот мокрый, пошли работать. Теперь дальше. Известно, что спецодежда, это может быть изготовлено ингредиента, но будет изготовлено и шерсти. Понятно, что из шерсти, да, и понятно, что работодатель почитает брезентную. Но брезентовая, если вы ее промочили, вы простудитесь. А если вы шерстяной и промочили, то, как известно, шерстяная, она сохраняет свойство согревать, даже если она влажная. Скончился этот коллективный договор. Я получил, что выдают брезентовую одежду. Но и рукопицы, возможно, выдают брезентовую, а можно такие шерстяные, с необходимыми прогрезиненными частями, которые связаны с тем, что они меньше там. То есть мгновенно и сразу обрали в этом отношении. Потом, через пару недель заключили договор, опять все стало хаком. Поэтому это вот такая, ни в какой-то ситуации. Но проходит шесть лет с момента включения договора. Допустим, через три года перед заключением коллектива. Проходит шесть лет, там уж хочешь, не хочешь, надо начинать новые переговоры. Кто хочет, можете не начинать. Просто он закончится, и все. И поскольку в коллективном договоре можно лучше, чем в законе, а хуже нельзя, то хуже, чем в законе, не будет. Но такого, что написано в коллективном договоре, что вам, допустим, оплачивают медицинские услуги. Пошли, сделали себе обрубные процессы, вот, и принесли бумажки, счета, вам их оплатили, отдали в администрацию, вам их оплатили. Сказали, все, закончилось, идите, вам зарплата немаленькая, идите, платите. Или там, скажем, вы бесплатно могли их послать куда-то там, в лагерь, в веселье, а-то ты. Деньги такие, без любых, ну и прочее. Ну вот мы должны еще остановиться на том, а кто будет в веселье, все споры, переговоры, переговоры. Потому что есть такие, можно сказать, два раздела крупных в трудовом кодексе. Один раздел – это коллективные переговоры. А другой раздел – коллективные трудовые споры. Хотя, на самом деле, понятно, что эти переговоры, там и споры. Что это за переговоры? Что бывает переговоры без споров? Не бывает, правильно? То есть спор – это как раз не переговоры. А под разделом коллективные трудовые споры, вот, отбываются, на самом деле, конфликты. Ну, понятно, что эти конфликты соправляются спорами, это понятно. Но все-таки надо видеть их суть, суть-то не в том, чтобы спорить, а суть в том, чтобы решить все эти проблемы. Они решаются уже не путем разговоров, а путем замены силы аргументов на аргументы силы. Ну и потому что в этом разделе находится запасовка. А запасовка – это не спор, это конфликт. Потому что переговорились, переговорились, что мы не будем на таких условиях работать. И все. А какая бастовая проекта, кто определяет? Кто бастует. И выяснилось, что оказывается, тот работник, который можно поединочке отдельно покупать, его рабочую силу, уже в целом не продается. В целом он может остановиться, урабоскать, нет, за такую зарплату в таких условиях мы работать не будем. И уволить нельзя. Можно уволить бастующих, говорим о бастовке? Нет. Поэтому это очень сильное средство. И откуда такой закон? Ну, это вот в результате того, что бастовки давно и существуют. Это, можно сказать, завоевание. Само законодательство о бастовке тоже достаточно большое завоевание рабочего бастовки. Но вопрос, который мы должны еще рассмотреть, прежде чем приступить к таким вещам, как переговоры, это вопрос о представительстве работы. Потому что две стороны вступали в переговоры и в коллективные трудовые споры. Одна сторона – это представитель собственника, правильно, работодатель. Работодатель – это предприятие, организация. Слово «предприятие» нет. Как ни на слово «коллектив», выветрило слово «предприятие» и слово «учреждение». Раньше было такое различие, что промышленные, сельскохозяйственные предприятия, а есть учреждения – научные, учебные, административные и так далее. Сейчас все это организация. Без разбора. Это не очень сложно. Ну, так и есть в таком деле. И организация выступает работодателем. А генеральный директор и ее ответственность. То есть директор и генеральный директор, он согласно закону является руководителем этой организации. И он может и выступать как представитель этой организации, то есть организация работодателем на переговорах. Сам или по его доверенности и лица, которым он перепорочил. То есть он приказы сдал. Меня будут представлять уголководатель такой-то главный, главный экономист такой-то, главный юрист такой-то и начальник дела труда и заработка. И все. Это его дело. А вот как быть с представителями работодателями? Слово «коллектив» выветрено из Трудового кодекса? Нету. Нет такого коллектива. А раз нет коллектива, нет никакой тут сгорожей такой структуры, которая была постоянной. Нет. Если хотите вы организовать какие-то переговоры, ну вот думайте, как сформировать представителя коллектива. И тут есть две дороги. Одна дорога – это формирование временного представителя. То есть морока долгая, трудная, но этот представитель, так сказать, он и есть. И вот закончилось это мероприятие, в ходе которого он представлял интересы работников, и на этом все. А есть постоянный представитель. Вот постоянным представителем является профессиональный союз. Ну вот мы пойдем по пути такому. Сначала рассмотрим представителя какого временного. И это трудно сделать. И трудно его удержать на это все время, потому что это держится на чем? На инициативе. Никаких таких форм тут нет, а кроме инициативы. А именно, вот, если у вас тысяча человек на предприятии, так это работники. И это не коллектив. Коллектива нет в законе. Это работники. И они действительно, пока они никак не сорганизовались, они коллектива не образуются. Но вот они хотят сорганизоваться. А кто их будет организовывать? Что в партийной организации нет такого закона. Профессиональная организация не обязательно. И вот он и встает вопрос, как организоваться работникам, чтобы иметь своего представителя для ведения переговоров и коррективов этого спорта. Об этом вообще законодательство молчит. Он говорит, если вот соберете вы конференцию, и конференция проголосует, что Иванов, Петров, Сидоров и Семенов являются представителями работников, Сидоров и Семенов обязан по закону вести переговоры и корректировать трудовую спорту. А сумеете вы конференцию? Не сумеете, это ваше дело. И, так сказать, пущено дело на самом деле. Это плохо или хорошо? Как всегда. Что-то есть плохое, что-то есть хорошее. Что хорошего? А хорошего то, что вы сами должны сорганизоваться, научиться. Сами должны задуматься, до чего. Если вы хотите, чтобы в коллективе что-то изменилось, должна сформироваться сначала инициативная группа. Правильно? Человек 3, 5, может, один сначала человек, который начинает на эту тему думать, и который понимает, что если мы хотим получить полномочия от собрания или конференции, то надо выполнить те требования, которые позволят действительно получить это представительство. Значит, два варианта. Есть собрание или конференция. Если собрание, ну, представьте, если завод, или приятель, работающий в три смены, можете его забрать? А если в три смены, вы хотите собрать одну смену, и всё. И что у вас получится? Меньшинство, а надо большинство. Поэтому, ну, есть люди, которые продвинутые в области канцелярской, знают, что делать, и мы должны быть с вами такими продвинутыми. Значит, допустим, имеется там масса всяких разных подразделений, отделов, церков, а надо обеспечить собрание всего. Как его обеспечить, всякие подразделения? Надо проводить собрание раздельно, по единой повестке дня. Повестка одна и та. Назначение переговоров с администрацией и выборы комитета для ведения переговоров и коллективных путовых споров. Такая повестка, единая у всех. А раз единая, то, значит, вы пишете отдельные протоколы по каждому подразделению. Вы пришли в это подразделение, провели там собрание. Но собрание должно быть больше половины, правда, в этом подразделении? Если там 30 человек, то, наверное, 16. Если 40, значит, должно быть 21. Повели собрание, заставили протокол, избрать тех людей, которые не только для определения, а единые на все предприятия. В этом Петрова, Сидоров и Химонова, представители на работе, для ведения переговоров. Затем, он голосовал по списку стока, голосовал за стока, против стока, продержал из стока. Председатель, секретарь. Если у вас был председатель, секретарь, и составлен протокол, все, в любой инстанции, включая суд, прокуратуру, этот документ имеет полную силу. А как вы его получили? Ну, это вот вы и начиняетесь. Как вы его получили в районе собрания, в этом отделе? Значит, надо выходить прийти к кому-то, к представителю, к инициативной группе. Когда вы туда придете? Во время у них идет рабочий процесс. Вас выгонят оттуда? Или вы, так сказать, пришли, перед началом до них кто-то не соберется, скажут, что на работу есть и какие собрания? Потому что уже одевают ровно, пошли и ровно. Если вы после работы, сами понимаете, что работают, кто-то к детям спешит, кто-то в больницу, кто-то и чего-то туда. И если говорят, когда остается? Перерыв. Обедный перерыв. Обедный перерыв. Это чье время? Рабочее или свободное? Свободное. Это свободное время работать. То есть, если начальник цеха сам, у него в СУФУ проводит, он какой-то наше время. Это наше время. Что хотим? Вот я люблю бутерброд с собранием пить, скажет в СССР. Мне нравится бутерброд с собранием. Чем я просто так выживал? Я послушал, человек пришел. Не мешай мне тут говорить. Ты вот начнется смена, гудок прогулей, будешь мне задать, а сейчас ты вези. Меня не волнуйтесь. Перерыв, артель, начальник. Правильно так люди могут рассуждать. То есть, вот провели в одном цеху, в другом, в третьем. Это делать длинные, конетильные. Но вы, если больше половины провели, даже не во всех провели, а более чем в половине, и в каждом более чем половина голосовала, и избрали, то вы можете там, какие должны быть пункты, какого числа конференцию проводить, и каких-то делегатов. А норму кто должен установить? Избрание. А то у вас в одном цеху один от пяти, в другом одного от десяти, в третьем одного от тридцати пяти, и ерунда получается. Значит, норма должна установить инициативная группа. То есть, надо понимать, хотя и в демократии решает большинство, но начинает меньшинство. И без этого меньшинства никакого большинства не будет. У Ленина, я, например, вычислил, то, что меня очень удивило, говорит, у Каусского, лакейство оппортуниста перед большинством партий. Как бы большинство, но партия, его так важно. Лакейство оппортуниста. Дело не в том большинство, а дело в том, правильно ли не или неправильно. Правильно ли надо, может быть, меньшинство, а потом будет большинство. Хотя у большевиков за их усам было большинство. В самом начале. Наоборот, вернее, те, у кого было большинство за усам, все большевики, что было меньшинством, желтававших за проект. А разница была в том, что меньшинские предлагали считать членом партии того, кто помогает изредка партии с чем-то, а большевики работают в одной из организаций. Ну, и, как выяснилось, часть партии, которая в меньширике, сначала самая большая, которая даже большинство на 4-м съезде получила, которая сводит все дело к тому, чтобы регулярно иногда помогать, она рассыпалась сама. Ну, нет, и меньширская партия расстанет, на большинстве. Ну, вот, значит, по крайней мере, в этом протоколе должна быть пункт 1 – провести конференцию или поручить комитету. Сначала избрать таких-то членов комитета, таких-то делегатов, все делегаты, допустим, описаны. Сколько новых делегатов в конференции? Ну, хотя бы 7 человек. У вас тогда нет проблемы – зал. А то вы придете и даете зал. Говорит, зачем? Он сразу поймет, скажет, нет, зал. Он даже и не будет говорить, что не дал. Он скажет, занят. Там у меня занятия, спортивная, обучение, детей там учат. Что хотите? Ну, не обязательно давать вам зал. А 7 человек – вы пойдете в кафе, закажете по стакану чая и будете обсуждать все, что хотите. Правильно? И дешево, и сервис. То есть, вообще, комплектолог – это человек, который должен изобретать. Изобретатель должен не рассказывать, что у меня ничего не получилось, а показывать, как можно сделать всех условиях, в каких-то других ничего не получилось. И вот, значит, пункт первый – избрать какой-то состав делегатов конференции, и второй пункт – провести конференцию такого-то числа, в такое-то время. Правильно? И все за это голосуют. И тут есть оба варианта. Или каждый делегат от своего собрания одного дает. по норме представительства. Ну, заедите от того, какая-то 21-51. Или сразу голосуют каждое подразделение за всем. А когда вы потом соберете все эти протоколы, вы напишите единый протокол. Единый протокол – собрание, проведенное по подразделению. Всего участвовало. Всего у нас столько. Участвовало больше половины. Тоже председатель. Председатель – председатель всех председателей. Собрание. Виталий. Сводный протокол. За выступило столько-то, против столько-то. Все прошли. И подписи. А подписи на этих протокол надо сделать. Тех председателей, секретарей. Вот с этим самым протоколом. Можно уже, когда вы… Этот протокол у вас уже есть. Вот в этом подразделении вы провели. Вот они пути подпишут. И так далее. Короче говоря, у вас такой документ. Раз есть такой документ, провели собрание. И избрали тем самым делегат. Как только у вас все закончено, можно писать письмо директору. Просим. Предлагаем начать переговоры. Ну, сразу хочу сказать, что, поскольку это большая комитетия, то что организовать конференцию по коллективному договору, что организовать конференцию по одному вопросу по зарплате заявать. Работа та же, а толку мало. Поэтому хорошо бы иметь проект, коллективному договору. Раз. И выжимал бы иметь проект. И начинать переговоры с того, чтобы всесторонне описать всю свою жизнь, какую вы хотите на этом предприятии. Это ваше предприятие. Вам тут жить и работать. Если вас это интересует, как вам надо жить и работать, вы напишите, как вы считаете нужно вам надо жить и работать. Если вам это лень сделать, никуда не удивляйтесь, что вам будет хуже работать, чем могло бы на предприятии. Вот в чем смысл вот этого документа. То есть люди составляют проект. И поэтому начать надо не с таких организационных вещей, которые пусты. А вы приходите вот здесь у всех. Так вот если я предлагаю конфиденцию, переговоры, вот переговоры. Вот проект коллективного договора. Оставляю вам. И выжимка на полторы страницы. Ну, камеру можно отдать. Или по странице. Страницы достаточно. Что хорошего есть в этом коллективном договоре? Вот, скажем, вот вы, читая, анализируя, вы должны сказать, а что хорошего? Ну, надо сказать, это трудная задача. Некоторые называют, что вот он там на такой-то суд. Ну, какой? Ну, все договоры на какой-то. Ну, что хорошего в этом? Найти надо показать. Сразу можно сказать, что вот в этом договоре самое хорошее. Потому что нельзя уволить члена профсоюза без согласия. Потому что если меня уволят, то мне вот эти ваши блага мало унули, потому что я рад за вас. Но тоже уже меня это не касается. Поэтому, если эта задача не решается, то это сразу успеть. Ценность такого документа уменьшает. И очень резко. Следовательно, что нужно сделать? Нужно обязательно прийти уже со страничкой, чтобы у людей осталось на руках. Чтобы этого не шарлатана пришли, которые на себя, а вы хотите вот этого. Ну, это чтобы было для всех очевидно, что зарплату повысить на 10%. Не просто раз повысить, а ее, скажем, повышать зарплаты ежегодно на индекс инфляции плюс 10% или 7%. Но это переговоры. С чем вы ходите на переговоры? Чтобы в коллективном выговоре... Или для людей, у которых вредная работа... У них там три дня было подпуска. Пять. Не хотите, не голосуйте. Хотите пять. Есть какие-то препятствия законные? Этому нету. Лучше можно, чем... Было хуже нельзя, чем в законе. Не давали молоко, а не дают молоко на вредных работах и прочее. Там, если вы хотите, чтобы вам оплачивали, так сказать, стоматологические расходы, очень дорогие сейчас эти процедуры, запишите. Хотите, чтобы дети ваши бесплатно ездили на... Пишите. Не хотите, не пишите. Вот это вот первая инициатива ваша. Хотите, пожалуйста. Это что такое? Это локальный нормативный закон. Вот закон разрезлен. Есть Конституция, основной закон. Есть федеральные конституционные законы. Мы на крестьянных голосов с коммунами. Есть федеральные законы, которые большинством принимаются. Есть нормативные документы, издаваемые главами субъекта федерации. Так. Есть рекордами везде. Есть органы, таких конституционных, там прочее. Поэтому это все нормативные документы. А вот есть локальный нормативный акт, который совместно создан работниками и работодателями. Он локализован только на этой территории. Можете здесь себе сделать коммунение. У нас сколько в рабочее время? Мы не ели по закону. Ну, более 40. Не более 40. А раз не более, хотите 30 сделайте, хотите 15. Как договоритесь? Ну, если вы не договорились, ну, а что мы можем сделать? Вы придете искать? Мы же вам право дали. А вы мне воспользуете? Значит, не хотите. Если не хотите, что пришли? Поэтому мы и не подхадем. Идите с ними поедите. Суды, вот эти все вопросы, отношения работник с работодателями, коррекционные, не берут к рассматриванию. У вас есть право там на ведение переговоров, на осуществление коррекционных правовых споров. У вас, если не было какие-то нарушения, с той или иной стороны, приходите. А если вы не использовали это право, то вы пришли в суд. Суд у нас не для этого. Мы должны кого-то наказать за нарушение. Где нарушение? Где нарушение? Идите отсюда. И, так сказать, вас побуждают к обучению. И это очень хорошо. Потому что, когда люди говорят, ну, мы сделаем революцию. Да ничего вы не сделаете, если вы не умеете даже такие вещи решать простые, связанные с организацией, коллективом, проведением конференций, собранием. Как вы можете вообще по этому делать? Вы туда не приходили, вы ничего не рассказывали, вы не можете сформулировать кратко, о чем ваш этот коллективный договор. Ну, не буду я его читать. Но вы оставьте, я могу полистать. Оставить надо, чтобы вам не говорили, что мы во глаза не видим. Таких тоже не надо делать. Всякие демовые есть. Но вы в состоянии на листочке выделить самое хорошее. Вот вы их личные. Сделайте самое хорошее. И тогда идете. Понимаете, как вы? Куда вы идете? Куда вы идете? То есть надо тренироваться. А это выделить главное, это лаконичное. И не взять пустое, а взять именно ценное. Это очень важно. Ну, вот так выглядит эта работа, наконец. Вы написали уже дальше, что подвесили закон. Вам нельзя отказаться в проведении переговоров, если вы ссылаетесь на то, что вы провели конференцию. Или собрать конференцию, соответственно. Было и сколько делегатов происходит. А сколько там было? Пять или семь или пятьдесят или пятьсот. А это все равно. Это все равно. Ну, это вот суд, например. Ну, все равно. Если вот семь, может один от тысячи выбирать. Или от двух тысяч. Три человека. А будет законная конференция. Вот вы избрали. Три человека на конференции были и все решили. Потом конференция решила и избрала там кого-нибудь. Всех представителей для переговоров. Вот. Но, поскольку вы ходите и избираете на конференцию, вы можете и вообще решением собрания все решить. И конференции надо проводить. Собрание по сменам по подразделению. Составив единый подход обобщаться. Так. После этого уже дальше продолжается все так же, как если бы это был не временный представитель, а постоянный. То есть вы ведете переговоры. Участнику переговоров обязан работодатель по закону освободить от работы основной на срок для ведения переговоров на срок и участия примирительных процедур на срок до трех месяцев. Это написано по поводу переговоров. А когда вы дойдете до раздела коллективные трудовые споры, то вот на тот период, когда период споров идет, после того, как уже выдвинуто требование, не то, что вы просто разговариваете, это вы не требуете, а убеждаете, призываете. А когда вы уже видели требования, и у вас начались коллективные трудовые споры по выдвинутым требованиям, там само собой еще на три месяца для ведения переговоров. Я наблюдал картину, когда докера ехали, восемь месяцев. И вы находились на переговорах, и хитро спрашивал замк режима, «А слушай, а у тебя эти руки-то не забыли, как его управлять?» «Не, эти руки у меня полнятся». «Как только вы выполните наши требования, я сяду на погрузчик, и не буду с вами больше разговаривать, не буду переговорить в контейнер». Поэтому это очень важно. Главное в кадре вести эту свою практику. Хотя некоторые не добиваются того, что вас угождали. Они не хотят настарать, насаивать на норме закона. Это тот случай, когда они в случае еще могут обратиться в суд. И уже начать прессовать, найти не по вопросам содержательным, а как раз по процедуре поймать, вот тут его точно надо судить, и он испугается, и будет выполнять также то, что будете требовать. Поэтому это надо как раз искать, где человек попадется. Ну, вот там кто занимался, например, борьбой самка, тот знает, что это дело не то. Ну, как в классической борьбе вы там с железными, с чистыми руками его повалите, будете, так сказать, проводить прием. А вы ждете, когда он как-то встал, такой хочет вам сделать подножку, и встал, и неудобно для себя. Я говорю, ну, подсечку дали, он напал на спину, и, конечно, чистая победа. Поэтому, ну, это же борьба. В борьбе надо иметь приемы. А раз приемы, так, значит, не ждете в какой-то ситуации, где вы головобой будете там что-то добиваться. А вы понимаете, на том, что он нарушил закон, а он нарушительный закон, он нарушает, иначе в России буржуатные законы нарушает. Ну, и дай ему идти. И тогда уже в совсем другом ракурсе начинает решать вопросы. То есть надо своего, опять, партнера на переговорах ставить положение, тогда ему лучше согласиться. Ну, вот это мы говорим о временных представителях. Вы сами понимаете, что вот ваша инициативная группа взялась, а потом кто-нибудь сказал, надоело им ходить по цехам, и другой заболел, третьего, третьего там жена заболела, четвертый сказал, что ты там все время домой обращаешься, где-то там как фамилия твоей инициативной группы. Знаю я ваше собрание, я на мое собрание в ней и заставлю. Короче говоря, всяко может быть, и какой гарантии никто не дает. Вот взялись люди, а потом, особенно есть такие резивые, которые начинают очень-то бурно там, а потом, когда переходят, потому что надо делать систематически довольно долго, энергии пропадают, и они их сюда, и все. И даже есть люди такие, про которые мама говорил, я когда учился на Матмехе, профессор Залгарев, что есть два типа людей. Одни делают, а другие объясняют, почему они этого не сделали. Вот из первых выходят крупно ученые, специалисты, а из вторых – администрации, как театр. Ну, такой, где надежда, где гарантия. Поэтому, как известно, уже само рабочее движение нащупало соответствующую форму. Надо организовываться, собираться в объединении, в коалиции. То есть, что такое? По профессиям. Вот у нас с вами разные взгляды на всё. Политические, идеологические, экономические, какие угодно. Ну, и доклады хотите повысить, и я хочу доклады. В условии труда хотите улучшить вредными, делать менее вредными, и я хочу. У вас есть, значит, и общий профессиональный интерес. Вот это вот общество. Давайте соединяемся с тем, что есть общие интересы. И сообща Богу всех рулетворяется. Это называется объединение по профессиям. Или, как известно, право на объединение. Которое везде во всех демократических буржуазных странах признается. Право на объединение по профессии. Не только по каким-нибудь там занятиям, вроде как. Объединение любителей бабочек в общественном объединении. Тоже такое право есть. А тут объединение по профессии. Как называется объединение по профессиям? Профессиональный. Профессиональный союз. Почему это называется профсоюз? А лучше профессиональный. Что такое? А то этих инвалидов в Великой Отечественной войне называют инвалины Бог. А участников в Великой Стратегической Реолиции участники ГОСОР. Ну, тёщу свою вы называете полным именем, а у Великих, так сказать, какие-то Великую войну. Или, скажем, для чего даются там какие-то звания или имена, чтобы их повторять, а не чтобы их сокращать. Зачем же вы сокращаете? Я скажу, вот, Великий Октябрь. Почему Октябрь? А если бы он был Сентябрь? Почему? Ну, как Октябрь мог быть Великий? Революция Великая. Октябрь – это чего Великий? Ну, Октябрь, ему-то всё равно. Что Октябрь, что Сентябрь, что Декабрь. Нет, заменяют – Октябрь. Или просто революция. А революции разные бывают. Бывают буржуалные, бывают пролетарские, бывают советские революции. Какая у нас революция – это всё по-разному. Ну, вот, поэтому, скажем, ещё, когда рабочее движение было не очень радо, это уже, так сказать, крупные умы, вы заметили, что сначала рабочие начинают вести борьбу за зарплату, а потом они понимают, что они могут эту борьбу провести успешно, только соединяясь по профессиям. И тогда для них вопрос об объединении по профессиям становится важнее вопрос об зарплате. Почему важнее? Потому что если вы объединились, то вы будете, так сказать, получать эту зарплату регулярно, повышать себя. А если вы не объединились, один раз получите – и всё. Ваша инициативная группа, вот даже вы всё получили, добились, один раз провели и переговоры, и контентовые споры, и забросовка, а потом все вы взяли себе участники и ушли на другие заводы. Там, может, ещё больше получат. Они инициативные люди, а вы остались ни с чем. И больше у вас ничего не будет, а может, и всё и ухудшится. Потому что никаких прочных. Ну, около договора осталось, три года пройдёт, и на этом всё. И потом пошёл обратно. Вот почему. Нужны и постоянные представители. Что такое постоянные представители? Профсоюз. Трудовой кодекс России считает полноправным представителем коллектива такой профсоюз, в котором находится более половины работников. Почему? Ну, потому что, если в нём находится более половины, возьмут и соберут только свой профсоюз – этого хватит, не надо больше никого собирать, чтобы получить больше половины работников. Правильно? То есть, бумажки написать ничего не стоит, собрав только членов профсоюза. Собрать и сказать, что всем членам профсоюза быть на этом собрании. И всё. И вы получили больше половины. Но если там кто-то десять дней будет, вас немножко ещё пригласите и не связь. И всё, у вас уже проходит. То есть, ему не проблема собрать собрание коллектива. То есть, ему такой временный комитет, нет проблем собрать и установить. Более того, закон даёт некоторые прослабления. Если у вас есть два профсоюза, и ни один из этих профсоюзов, или три, ни один из них не набирает более половины. И даже в месяц они не набирают более половины, но если вы соединяетесь, два или три профсоюза, и создаёте единый представительный орган, то вот этот единый представительный орган может выступать представителем всего коллектива. Вот вы обратите внимание, сколько есть печати, да? Сколько тут печати? Три. И вот везде написано. от работников, председатель правкома РПД Саржин, и ещё второй, председатель ПРВТ Абарбанель. Там, в этой организации, действуют два профсоюза. Один – российский профсоюз докеров. И в стороне российских профсоюз докеров, конечно, организовывают самую такую решительную часть работников, и очень такую, самую профессиональную, наиболее крепкую. А есть профсоюз работников водного транспорта, РВТ. – это обычно работники механизаций. Без механизаций тоже вошли, здесь не поедут. Машины, и подъёмные краны, и погрузчики. И вот, председатель РПД является руководителем этого виния председательного органа, председатель профсоюзной организации первичной. А председатель ПРВТ, профсоюзной организации первичной, является заместителем. Ну, сам ПРВТ – такой профсоюз, который не выгод. Но нигде в других организациях, в порту, они не вступили в такую связь единства. А здесь ПРВТ чувствует себя очень хорошо. Ему ничего делать не надо, только подписываться. Жизнь выручается прямо на глазах. Следовательно, никакой проблемы нет с председательством работников. Вот если эти два человека подписали, два председателя, от имени единого представительного органа – ЕФОР. Председатель ЕФОР, да, председатель ЕФОР. Всё. Обязаны. То есть, с ними считаться как с представителями работников. То есть, даже никакая процедура, никакая беготня с этими собираниями делегатов, конференциями. Не надо. Надо только это сделать тогда, когда вы выходите на запасовку. После того, как вы приходите на запасовку. После того, как вы прошли всю процедуру, осталось вам решить, избрать запасовочный комитет и установить, в каком виде будет идти по запасовку. То есть, скажем, полностью вы остановите работу. И частично будете остановить работу. А если частично, то как вы будете? Полтора часа с утра, попозже придёте поспите. Или раньше уйдёте на два часа. Или после обеда, чтобы прямо уж так после обеда сразу не бежать на работу. Часик-то отдохнёте пока, поговорите, пусть уложится всё. Или придёте раньше на обед, по сверху воздуху погуляете, чтобы хорошо покушать. Это уже ваше дело. И вот это всё уже определять будет запасовочный комитет. А запасовочный комитет устанавливает конференцию. В данном случае конференции собирают, конференции коллектива работников. Вот почему. А профсоюз? Ебор может собрать конференцию работников уже всё. Это понятно. Ему вроде как и отказывать несподручно. Потому что противодействовать профсоюзу нехорошо, незаконно. Потому что, а вы кто такой неизвестный? А профсоюз известный. Профсоюз это некая величина, которая фигурирует во всех законодательных актах. Поэтому представительные органы работников может быть вот такой. Некоторые профсоюзы они всё время жалуются, что они маленькие. А вот большой профсоюз, он не действует на интересах работников, слабо действует, а фразонистически. И вот эти, которые такие эволюционные, они понимают, что она решительно действует, но не могут. Они так всё маленькие остаются. Почему? Потому что у них есть так называемые умственные лень. Составьте хороший проект коллективного договора. Если вы хотите стать большинством, то надо стать большинством, выразив интересы этого большинства. А как выразить интересы? Напишите проект коллективного договора, который вам интересует интересы очень много. И этот ваш проект может конкурировать с теми проектами, которые есть у других. Правильно? Поэтому вопрос в большинстве это вопрос динамики и развития. Если вам удалось по этой ситуации, если вам удалось составить тот живот, который лучше выражает интерес на работу, чем нет, значит, вы можете приедать на то, чтобы к вам люди перейдут. Но есть и другая форма. Значит, там, где говорится о партнерских отношениях, о партнерах, о представительстве. В трудовом кодексе говорится о том, что тот, кто проводит переговоры, может получить доверенность от других работников. Так, вот я прихожу к вам, а вы сидите у станка. Ну, что сидите, ты же не будешь ничего делать, бороться с этим. Так и будешь пролегать. Дай мне доверенность, что я за тебя буду бороться, а ты доверяй, что ты доверяешь нашему профсоюзу вести коллективные переговоры и коллективные трудовые споры по вопросам, затрагивающим ваши, мои индивидуальные интересы. особо тебе не было трудно, я вот тебе бумагу уже приготовлю. Там подписаться надо. То есть вы хотите работать только с активными или с пассивной методами? Ну, он да, но ничего не хочет делать. Не хочет делать, нужно делать, а ты подпишешь. И он подписывает, доверяет. Вот у нас товарищ французов, председатель правкома состралевского хлебозавода. У него 25% было членов профсоюза агропромышленного комплекса. Хлебозава. Целый 25%. Недостаточно для представительства. А он собрал еще доверенности такого количества работников, что у него 25% членов профсоюза, а еще 35% доверенности. от других нечленов профсоюза приходит и говорит, что за мной 60%. Давайте переговорим. Все. Закон обязан переговориться. То, что он представляет, 60% работников. 60%. Вот. Причем, а если другой есть профсоюз, который ничего не хочет, ничего не хочет сделать. И вы в этом самом профсоюзе состоите. А я прихожу из того профсоюза, который хочет составить хорошую профессиональную работу. Опять я к вам прихожу и говорю, так, Иван, ты в каком профсоюзе стоишь? Ну, в таком. Ну, я тебе не призываю, что ты из него выходил. но ты хочешь, что вы себе зарплату получили? Хочешь? Делать, ничего не надо. Подпиши, и мы за тебя будем это делать. Ну, ты нам доброта дай, чтобы мы к твоих интересах действовали. Вот мы их наметили, вот она бумажка, смотри, что он предлагает. Ваш прежний, если это не хотят делать, не предлагаю. И ты не хочешь ничего делать. Ну, Мак, ну, подпиши. Да ладно. То есть, вы должны работать. Не можете так ставить вопрос? Кажем, можно сказать, вот, народ плохой попался. Есть. Как в порядке шутки, говорят, что товарищу Сталину рассказывают, что вот, это кто не то не делает, это не так делает, и прочее. Объясняют. А Сталин говорит, у нас, молодой человек, для вас других людей нет. Ну, нет других людей. Так вы и конфликтологи. Вы собираетесь с какими людьми работать? С тех, которых вы выдумали? Или с теми людьми, которые есть? Вы мне сразу скажите. А мне вот мой коллега, с которого мы четыре книжки написали совместно, профессор Моисенко, декан экономического факультета. Так, вся вопрос. Он говорит, решите, будем мы строить мост вдоль реки или поперёк. Если вдоль, то очень много материалов. И вы тоже решите. Ну, эти вы, хотите вы, чтобы у вас жизнь улучшалась? Подписывайте. Не хотите, как хотите. Ну, пошёл Вановский. Вот Сидоров. Слушай, Сидоров, видишь, он дурачок. У него всё хуже и хуже, а он даже подписать не хочет. Ну, ты же не такой дурак, мне это. То есть, работа. Это работа. Профсоюзы работают. Причём, профсоюзы, они как бы коммунисты. Но в Риме такие коммунисты. Почему? Потому что у них как бы общий интерес распространяется на что? Ну, условия труда и зарплаты. И всё. И вдруг кто-то из… А в голове у них что? А в голове у них то, что… Ну, что у нас у большинства в голове? Куржатное общество. Какие идеи? Куржатное или пролетарство? Ну, как уже… Марксисты говорят, что, так сказать, общественное бытие определяет общественное сознание. Поэтому в голове сказали от марксистов. У рабочих, у большинства. Какие идеи? Куржатные. Ну, и поэтому… И вот, представьте себе, я выбрали для меня председателем правкома. И стал я председателем правкома. И работы мне положили, мне зарплату освобожденному работнику. А поскольку я уже стал… А я тоже ведь борюсь за повышение зарплаты. Не обязательно все. Главное – это мои. Мы же все так вот вами думали, как бы нам улучшить свою жизнь. Я уже улучшил. У меня зарплата хорошая. А я говорю, «Вы знаете, какая тяжелая работа профсоюзная? Я вот о вашей жизни думаю и даже вечером, и ночью, и воскресеньем, и в субботу». Поэтому я себя первым спешу в субботу, в воскресенье, в рабочие дни. Потому что я вас как-то вспомню в ваших глазах. Как вы? Одессе у вас, которая голодает. Я так мучаюсь. В общем, коэффициент 1 на 4 мне. В вашей средней зарплате. Бац! Это вот если бы я вам рассказывал в сказке, был такой Моисеенко Александр Николаевич, председатель правкома Москового порта Санкт-Петербурга российского послуженного. Сначала вроде хорошо, боевой такой молодой, потом оказался. Словно установил, в первых, к себе коэффициент 1 на 4. Ну, не сам он предложил, а людям неудобно так будет. Вот такая трудная. Они проголосовали, ну, потом еще 1 на 4. 1 на 4 от зарплаты до 5. Докер в треме, на морозе, в жаре, а он сидит. У кого-то конфликт, даже там, в кабинете, у него на 40% зарплаты больше. А вот мой коллега, с которым мы делали проект фондового кодуса, Константин Васильевич Федотов, он получал 0,8, получает 0,8, как первый заместитель председателя правкома вот этого вот первого, на первых терминалах, проверяет, что-то получается много денег. Так считалось, так считалось, много, он же знает, как умножить на 0,8, что получается. Пошел в бухгалтерию выяснять, почему мне больше денег, а потом, говорит, сегодня дадут, завтра будут отбирать, я уже не знал. Пошел, выяснилось, что этот Моисеенко вместо среднего, от которого берется 1,4, сказал бухгалтеру за среднее брать среднее до 50 умножить на 1,1, на 10 процентов больше. А уже от этого 1,4. Кончилось дело тем, что его стали выгонять из председателя Портового комитета, он остался противляться, все равно его уволили, но он подал в суд на профсоюзный комитет, который его уволил. А профсоюзный комитет обратился к защитнику, и был защитником который один товарищ Фейдонов оттуда из числа российского пожилого Яблон, который инсультантом был, и один адвокат и комент, Сергей Геннадьевич. То есть два не члена профсоюза Докерова, а просто имеющие так отношения контакта. И мы защищали профсоюзную администрацию Докер от бывшего председательного комитета. То есть, ну как бы они совместно борются, да, в Астане. А дальше дороги расходятся. То есть, если я хочу повысить свои зарплаты, то на первом этапе я не могу ее повысить иначе, как в союзе с вами. Мы только сообща можем ее повысить. Правильно? Поэтому мы сообща дружно боремся. Как только вы меня избрали председателем профсоюзного комитета и положили мне зарплаты хорошие, я вот так взял все это в свои руки, на следующем собрании предложил вам, вы же хотите, чтобы я смело боролся за вас? давайте они на 4 у меня поставим плюсы. Мы так подскрипели, но проголазовали. А потом я уже рассказал, что у меня на 1,1 умновить средний. И так далее. то есть этот процесс гниения профсоюзного производителя, он все окон и подстранен. Почему? Потому что там никаких идеи, нет соображений. Вот мы просто сообща бороли за зарплату вместе, а потом появилась у меня возможность в одиночку в величество зарплаты. Какие есть рецепты против этого? Теоретически. Теоретически такие. Мы избираем вас вдвоем. Меняем вас. Я-то потому что знаете про меня, а вы вроде в этом не знаете. Причем мы с вами на одну профсоюзную ставку. Это значит, допустим, месяц я работаю председателем правкома, два председателя правкома, сколько председателей. Я работаю, а вы работаете обычно, вы тоже председатель с такими же правами, вы член правкома, к вам можно обращаться, вы рабочий, а я освобожденный. Месяц прошел, выйти, а я приду опять к станку или к погрузчику, и мне накостреляют, если я там что-то делаю. И мы обменяемся, и все хорошо. Это не очень распространено, можно сказать, совсем не распространено, потому что главным домом являются вот те самые освобожденные председательные руководители, среди которых как раз таких преданных рабочему классу есть очень серьезный и выдающийся самый президент федеральный правительский руководитель. Можно сказать, образец руководителя Игорь Константин Васильевич Виндозов, который был председателем правового комитета и начальник касался него правового отдела, а сейчас первый заместитель правкома ДАО ВКТ. Но вот трагедия или противоречия профсоюзного движения в том, что такая плановая картина. И даже люди торговшие не очень на это склонны идти. Почему? Потому что если мы будем с вами так меняться, это уже по-среднему я буду получать освобожденный. А так у рабочих, когда я рабочий, я могу там подработать, производительность повысить, дополнительно получить. А тут я, значит, один месяц могу, а второй уже не могу. У меня ставка профсоюзная. То есть даже со стороны рабочих будет не очень здорово. Почему? Потому что речь идет о том, чтобы я думал прежде всего о своих интересах. Я все время думаю о своих, но я без вас не могу. Поэтому мы с вами на первом этапе вместе, а дальше я уже сам без вас смогу. Возьмите вы повышение этого уровня дальше управления, дальше и дальше и выше. Какой у нас сейчас принцип? Скажите, пожалуйста, приоритет личных или приоритет общественных интересов? личных. Вот. Как говорят нынешние идеологи, говорят, слава богу, мы избавились от приоритета общественных интересов. И теперь у нас приоритет личных. И вот скажите у меня, я попал в министр. Влюхаривая. Вот скажите, пожалуйста, что я должен делать в первую очередь? Молодцы. Молодцы. Почему? Потому что я принципиальный человек. У нас принцип какой. Кто сомневается, какой у нас принцип, идите на почту и возьмите, купите конверт. Там что написано? Голландовы. Голландовы. Кто-то написано. Голландовы. Потом улица, дом, улица. Потом город. И внизу, внизу, страна России. Где Россия у нас? В стране, а вы, в стране. в стране. Кто не понял, какая у нас свобода и права, пусть купит там ветку. И пишет правильно. А вот здесь, там где обратно, то есть, какая нет, так и пишите. А здесь, и вот именно так. И бедные почтовые работники, я понимаю, они были бы арабы, где бы читали справа на лево. А они читали изверх, потому что им-то все равно от общего к часу нужно рассылать. То есть, они получили, они смотрят, если это в России останется, то в России. Если в Канаду, то на нас, а мы в Америку. Я в Тегеран посылал. Просто, наверное, спокойно отправляют. И мне из Тегерана присылали переведенную книжку мою, лекцию по философии и истории на Фарси. У нас вчера 500-ый кремлян, а перевели на Фарси тысячи, или как он его туда отдал. И там я смотрел, смотрел, там вот последний отсюда начинается все. Потом на русском языке там написано Попов с ошибками, и лекция находится в Ассофии. Истой, а дальше в тысячи до конца. Ассофский на английском языке из ровных книг не напоминает все. То есть, это большая проблема, и вот есть её решение, но пока вот на практике это не продвинуто ещё. И очень, наверное, бьются освобождённые работники, потому что, где они собираются опять всегда, это не рабочие уже собираются, это представители работы. Выживость народа как нагрузки у него. Это очень большая проблема, и она, конечно, ну я, например, вариант решения вам предложил, но для этого можно какую-то твёрдость, а эту твёрдость Россоюзы не могут дать. Эту твёрдость можно дать только партии. А есть у нас партия рабочего класса? Нету. Встановление есть, вот, рабочая партия России, она встановление. Что такое встановление? Это единство выделяя ничто. Вроде есть, а вроде нет. Вроде там из разных регионов, и вроде бы идёт по уставу рабочие должны голосовать, то партии решения считаются принятыми, за которых при голосовании голосовало большинство рабочих. То есть, если у вас на собрании три рабочиха, 23 интеллигента, ну вы подумайте, кто из интеллигентов будет два голосовать, потому что голосовать должно большинство рабочих. При большинстве рабочих вот пять человек и будут голосовать. Я обычно не голосую, потому что что я буду голосовать? Если я не могу убедить двух рабочих, то я не интеллигент. Все за интеллигенты такие, которые... Поэтому интеллигент должен не вот этим голосовать, а вот этим головой. Ну, то есть, это большая проблема. То есть, думать, что это профсоюзы самим это противоречие разрешатся, неправильно. Ну, тем не менее, вот такая картина. Значит, единый представительный орган. А если вы хотите получить... То есть, даже если вы не получили большинство профсоюза, то вот можно добрать доверенности. А доверенность ходи-то собирай. И как раз вы обращаетесь к чему? Ну, пассивность. Ну, пассивность. Ну, ты хорошее дело. Я понимаю, ты делать ничего не будешь. Оп-ням, потому что то, у меня чего. Ну, хорошо. Ну, ты же за хорошее дело. За хорошее. А ты же хорошее, хорошее. Ну, подпиши. Ну, подписал. Ну, не все. Ну, кто не подписал? Опять, мы не можем же. Короче говоря, эту задачу можно решить. Но это проблема. Поскольку вообще у нас, так сказать, никто это особенно не собирается поддерживать профсоюзы. Кроме того, что, наоборот, политические партии и работодатели, они пытаются оседлать профсоюзное движение. А именно, вот есть такой писатель, секретарь Монапер. Федерация независимых профсоюзов России. Она независимая. Значит, чтобы узнать, от чего она независимая, надо знать, каковы его, так сказать, политические позиции и организационные. А он является, входит в руководство «Единой России». А «Единая Россия» – партия работодателей. Значит, в нее входит секретарь ФНПР. Вы слышали, чтобы ФНПРовские организации организовали какой-нибудь митинг, чтобы были требования по газетам власти. Раньше было. Раньше вот из дворца труда выходили и шли к Мариинскому дворцу, освобожденные профессиональные работники, которые работают в дворце труда. Правда, они всегда назначали на 16 часов митинг. Я всегда удивлялся, почему на 16 часов. Дело в том, что они работают до 17 часов. Поэтому они в свое рабочее время назначали митинг, выходили, туда митинговали, за то, чтобы трудящих все было больше. Как только 17 часов, забежавшие сюда случайно рабочие отставались, что-то еще говорили, и они брали свои партили и выходили домой. Не задерживаясь строго после рабочего времени. Но сейчас я просто не назову таких вот. Вы где-нибудь видели, что вдруг КНПРовские профсоюзы организовали? Вы ходили когда-нибудь в дворец труда? Это же дворец труда, профсоюзный дворец. Он плачет, да. Вы стоите на экскурсию, кто-то свободный. Во-первых, там очень хорошо, тихо, спокойно. Казалось бы, этот штаб профсоюзной борьбы. Это музей у нас был. Направо – туалет. Туалет с музыкой. Вы спускаетесь, и музыка играет. Красота. А на один прорез поднимаетесь, там в церковь, так сказать, если вам профсоюзный поможет, Бог поможет. С Божьей помощью, так и давайте. Теперь попасть там кому-то, хоть и к секретарю, очень легко, все доступно. А никто и не идет, потому что ничего и не решается. Он сдает в аренду там. Допустим, мы хотели что-нибудь провести в такое время как раз свободное от производителя труда. А когда это? В субботу, в воскресенье. Я по старой памяти, поскольку я к ним раньше обращался, они помогали. Мы приходили, вот, хотелось бы провести вот нам мероприятие такое собрать, как бы, представители родных профсоюзов, все таки. Нет, у нас все расписано, они в аренду сдают, деньги можно. А мы говорили, так там даже содержать здание, а здание дворец-то удобное. Скажите, какое здание? И говоря уже о том, что вот вся вот эта улица поляргарская. Нет, она не поляргарская. Даже, нет, она называется. Конногвардейский бульвар. Конногвардейский бульвар. Да. Раньше назывался профсоюзный бульвар. И там вот эти дома, в них были тростливые профсоюзы этих зданий. Все. Да, конечно. То есть, короче говоря, тишина невообразима. Тишина, все хорошо. Там люди на зарплате, там есть инспекции труда профсоюзные. Там иногда могут помочь вам, вы придете, скажете свои беды, они могут к вам прийти на завод и вам помочь. Есть там хорошие люди, не без этого, конечно. Но, в целом, это выглядит довольно грустно. Поэтому это большая проблема. Поэтому Буржуазия смело дает эти права. Попробуйте, вы им воспользуетесь. Каждый человек у нас имеет право жить есть на золотом блюде, если оно не будет есть. И здесь, если вам удастся, что здесь организовать, мы рады за вас. И поддасковать мы не будем, потому что все равно это не на всех будет приклеить, а на некоторых. А на всех не будет. Поэтому, на самом деле, Буржуазия сорганизована политически. ЛДПР – это партия Буржуазии. Работодатели Единая Россия – партия Буржуазии. Советливая Россия – партия Буржуазии. И у них есть каналы. А есть еще другие, кроме ФНПР. Это новые как бы профсоюзы. Это те независимые, а это свободные. Вы из-за независимости это свободные. Это различается. От кого он свободный? Ну, от кого те независимые? Те стали независимы от рабочих. А эти стали свободными от рабочих. Они теперь все под колпаком «Конфедерации труда России», КТФ. А председатель «Конфедерации труда России» входит в президентский совет. То есть он не каким-то там окольным путем от работодателя. Он прямо входит в государственную срубку. В КТФ. А перед этим там безельники были профсоюзные, которые разворовали профсоюзные деньги. А председатель КТФ, который разворовал профсоюзные деньги, был председателем КТФ. А пришли люди уже не безельники, а люди деловые, которые превратили эту «Конфедерацию труда России» в приводной ремень от партии к массам. От какой партии? Ну, срубедливой России. Масс. Что случилось? Может, контакт на нашли? Кройшки. Брат, не дремлите. Мне, как бы, все посчастливилось, как президенту фонда рабочей академии, участвовать в учредительном собрании Федерации профсоюзов России. Не путайте. Есть Федерация независимых профсоюзов России, есть Конфедерация труда России, а есть просто Федерация профсоюзов России. Я когда их поздравлял, говорю, вот, хочу вас поздравить, что наконец-то появилась Федерация профсоюзов, которая зависит от работников. А то все независимое делает. Это же плохо, что она должна всецело зависеть от работников. И делает то, что нужно работникам, а не то, что нужно тем, кто сидит в руководящих звеньях этой самой Федерации. То есть, есть у нас Федерация профсоюзов России, она поддерживает заседание Российского комитета рабочих. И, ну, можно сказать, что вот она представляет собой образец такой профсоюзной Федерации, которая у нас есть. Но, значит, некоторые организации, которые в нее входили, перешли на сторону работодателя. И, соответственно, выпали из этой Федерации. Другие там не платят членские взносы. То есть, как только в какую-то гнилую Федерацию, то платят. А как только в такую, которая заботится о трудящихся, не платят. Так что вот там есть всякие проблемы. Но сказать, что у нас нет таких профсоюзов хороших, мы не можем, есть и очень. Скажем, тот профсоюз, который, ну, самую главную роль играл в основании этой Федерации, про Федеральный профсоюз диспетчеров, он показал чудеса изобретательности и твердости и инициативности в борьбе за интересы своих членов. Потому что им как бы все запрещено. Что такое транспортное? Это ауэ-диспетчеры. Никаких забастовок они проводить не могут. Но они добились повышения зарплаты с уровня 15 тысяч 15 лет назад до уровня от 40 до 250 тысяч в настоящее время. Причем каждый раз они что-то изобретали. А именно, например, то есть вот как должны действовать представители работников? Они придумали. Значит, выдвинули требования. Как бы требовать-то никто не запрещает. Ну требуйте, вот от меня требуйте, что я вам сейчас поставил уже оценки. Вы же можете требовать. Тем более сегодня 6 ноября в честь праздника революции. Дескать, поставьте и все. Ну требуйте. Вот они выдвинули требования. И в поддержку своих требований стали проводить бесконечные профсоюзные собрания. Чтобы вы представили, что такое. Вот вы куда собрались после лекции этой? Домой. Остаемся здесь. Позвоните. Телефоны есть там. Пусть родственники знают, что вы в университете. Сидите, что 37-б аудитории. Здесь у нас профсоюзное собрание. Ну или там модель профсоюзного собрания. Я позвонил жене в состоянии. Не приду сегодня домой. Если что, звоните по телефону, и мы здесь. Придут эти самые дежурные снизу. Говорят, выходите отсюда. Говорят, нет, мы не можем. У нас собрание. Ключ у меня. И сидим. Вот они сидели в аэропорту. К ним дети приходили, жены. Они сидят. А вот если вы будете какие-то идеи излагать, к журналистам приходить, они с вами разговаривать не будут. А тут журналисты как мухи там налетели сразу на мед. И давай описывать, что вот тут чего требуют, что вы хотите, чего добиваетесь, чего горитесь и так далее. И все они объектом этого самого внимания. И все изобличают генерального директора, который справедливые требования не хочет в госкорпорации. И не хочет выполнять. А что делать с ними? Ну, профсоюзное собрание. Есть какие-то границы профсоюзного собрания? Нет. Но все-таки в Ростове-на-Дону один нашелся. Вот в Калининграде так месяца проводили собрание. То есть они уходят отсюда с собрания на работу. С работы не домой, а на собрание. С собрание на работу. С работы на собрание. Вот сюда на собрание. Ну, соответственно, притаскивают пищу. А потом скажите своим родственникам, пусть поднесут сюда. А то не жалеют. Подкормиться-то надо как-то. Все они принесут с узелками. Это такая форма. Еще и демонстрация такая. То есть телевидение показывают. Идут кормить авиодиспетчеров, которые проводят. Все обсуждают. Когда же нам удовлетворят наши требования. Вот в Калининграде все требования удовлетворили. А в Сибири в одном из аэропортов. Генеральный директор выгнал на мороз. Взял этих охранников и выгнали на мороз. Тогда товарищи, авиодиспетчеры этой профсоюзной организации, которых выгнали на мороз, не дали им справедливые, так сказать, свои профсоюзные права защищать и осуществлять, обратились к профсоюзу с просьбой объявить голодовку. И они, весь профсоюз, авиодиспетчеров, все объявили голодовку. Это что значит? Вот. Все. Голодовка. Боже, сегодня ужинать не будем. А завтра идете на работу. А перед работой куда вы должны пойти, если вы диспетчеры? На медосвидетельствами. На медосвидетельствами. На медосвидетельствами. Рассматривают вас с врачами. Да вы что, вы с такими медовыми показателями. И мы не пускаем вас. А вы? Нет, я пойду работать. Никаких работ. Закрылось 40% воздушного движения России. 40. Кто закрыл? Медики. А все требовали, чтобы их пустили. А почему, говорит, вы голодаете? Я как посмотрел на свои листки по зарплате. У меня аппетит абсолютно пропал. У вас есть аппетит, когда вы смотрите на свою сумму, свою зарплату? Все есть, да? А может быть, такой уровень, когда аппетит полностью пропадет. Даже если он не пропадет, вы и купить-то не можете. Как с этим бороться? Ну, а никак. Однажды я привез в этот профсоюз сборник, где были материалы Российского комитета рабочих и семинара по рабочему движению Федерации проследов России. Ну, я взял в рюкзаке, и меня встретил президент федерального проследового диспетчера, чтобы помочь мне, так сказать, принести. И рассказывает мне. Михаил Васильевич говорит, мы сегодня проводим спартакиаду, а я мимо ушей это пропускаю. Ну, что я приехал, по серьезным вопросам, по профсоюзным делам мне рассказывают про спартакиаду. Да вы не понимаете, говорит. Весь профсоюз бежит. Я говорю, что? Ну, как что? Ну, бежит, потом идет. Пять километров бежит. А потом куда идет? Куда он идет? На работу. Да, на работу. А перед работой куда он идет? К медикам. Пять километров вы бежите и идите к медикам. Ну, вот у вас может быть хорошее, а у вас может не такое, необычное. Опять не... Значит, когда они заканчивали свою эту акцию, потому что пошел работодатель на уступки, потому что выхода у него не было. Правда, были обострения. Например, в Вологде уволили пять пятерых авиадиспетчеров незаконно. А все остальные написали заявление с просьбой уволить их по собственному желанию. Тут же, на следующий день. Но это организовано, профсоюз организовывал. Но они рисковали, товарищи. Но еще больше рисковали те, которые уволили этих пяти. Всех пришлось восстановить, и тогда эти пошли работать. А все останавливается. Через Вологду там основные потоки, причем международные. Но как без авиадиспетчеров-то? Все. Конец. И вот когда... Ну, эти действия, это называются коллективные действия. А коллективные действия, чтобы организовать, ну, нужно думать. Какие могут быть коллективные действия. И вот, поскольку это было задумано, как коллективные действия, подумали и о форме. А форма была такая. Взял профсоюз и объявил, что он готовится к забастовке. При этом, при всем. То есть, они голодали, а вот объявление было, готовимся к забастовке. Им все говорят, так вы же не имеете права. Ну, что же, если мы не имеем права, так наш суд отменит забастовку. Чего вы волнуетесь-то? И начали все проходить этапы, там, конференция, забастовка, число забастовки, требования забастовочные и так далее. Все оформили. Работодатель подает в суд. Вызывает в суд того же самого Ковалева, президента федерального процесса. Есть печи, говорит, Сергей Анатольевич, вы знаете, что сейчас вот я приму отрицательное решение для вас. Тот говорит, нет, не примите. А почему? А потому что, говорит, не явился этот податель. У вас, у них нет доверенности. У нас госкорпорация, а пришли отдельные люди от отдельных региональных пунктов. Нет, не явился тут истец. Ну, раз не явился, отложили. Вопрос о забастовке повис, а уже пишут журналисты, в диспетчере наметили забастовку. Им сказали, что отменят, но пока не смогли решить, потому что не явился истец. На следующий раз. Ну, а ведь диспетчеры свои формы применяют, о которых я говорил. Называются коллективные действия. Приходят, наконец, истец со всеми оформленными бумажками и уже предвкушая, так сказать, свою победу. И вот судья Ехидна-то говорит, ну что, Сергей Анатольевич, вы это законы знаете? Да уже, говорит, немножко поднаторел, знаю. Ну, вы знаете, что я сейчас приму решение о незаконности вашей забастовки? Конечно, знаю. А зачем вы это делаете? Ну, как зачем? Чтобы посадить за стол переговоров работодателя. Ну, и как вам удалось? Конечно, ведь вот он сидит. Они же требования предлагают. Вот он сидит. И чем это все освещается? То есть, заведомо было ясно, что это будет носить характер такой, так сказать, публичный, и который высветит требования. Ну, а по итогам уже вот тех коллективных действий было заключено соглашение, и в нем записано, что привлекать никого не будет никакой административной уголовной ответственности по суду. И, несмотря на это, в Новосибирске и в Омске прошли суды, и 12 авиадиспетчерам было запрещено решением судов голодать. Ну, тут вот товарищ Ковалев выступил с экрана телевидения и говорил, ну, вы знаете, мы авиадиспетчеры, у нас такая работа, мы народ сугубо законопослушный. Есть решение вот этим, 12, в Новосибирске и в Омске не голодать. Они голодать не будут. Мы будем голодать. Все остальные. А они будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вы не пробовали три обеда съесть и пойти к врачу, померить свои параметры. Ну, три малые, можете четыре съесть. Скажем, вот эта попытка судебным образом наехать на них ни к чему не привела. Потому что народ действовал так, как надо действовать. Инициативно думать. Если вы понимаете, что это конфликт, то в этом конфликте надо соображать, как действовать, чтобы получить успех. В частности, вот когда было бесконечное профсоюзное собрание, генеральный директор соответствующего подразделения госкорпорации по воздушному движению в Ростове-на-Дону подал в суд на профсоюз. Содержание иска такое, что люди не спят, потому что у них бесконечное профсоюзное собрание, ночью не спят, из-за этого у них меньше внимательности, это подрывает безопасность воздушного движения. Суд рассматривал и решил запретить проводить профсоюзное собрание с 23 часов до 7 утра. Поэтому, если, скажем, перевести на эту нашу модель, сидим сегодня с 23 часов. В 23 мы все разъезжаемся, завтра в 7 утра здесь встречаемся и продолжаем то же самое. И так каждый день. Нет уже генерального директора госкорпорации, который с ними воевал. Они к нам обращались, мы написали в газете «Народная правда». Такое кресло там нарисовали, как диспетчер, и выкидывают его из кресла генерального директора. То, что нарисовали, то и получилось. Я к ним приезжал после этого. Они сидят в более шикарном здании, в более просторном, и у них мебель хорошая. Их уважают. А кого уважают? Сильных или слабых? Уважают, как известно, сильных. А слабых топчут ногами. Вот картина. То есть представительство – представительство рознь. Если вы хотите быть представителями работников, так надо и представительство. То есть надо знать их интересы и их выражать. А форумы? А форумы надо придумывать. И разные есть форумы, в которых это можно делать. Например, тот контейнер и терминал, о котором мы ведем речь. А сносочкой я вам тоже дал, да, где взять, посмотреть? Да, вот вы посмотрите новый коллективный договор. Вот они, чтобы добиться нового коллективного договора, вот последнего, который до 2020 года, они всю процедуру прошли подготовки к забастовке и остановились на таком этапе, что вот им завтра они соберут собрание и послезавтра начнется забастовка. А нет, не может послезавтра, за 10 дней. И через 10 дней, раньше чем, сюда нужно уведомлять за 10 дней. Завтра собирают конференцию или послезавтра, а через 10 дней они начинают забастовку. А забастовка, это значит, что это... Всем не понравится контрагентам этой фирмы, что у них там... Как я с вами буду сотрудничать, а у вас там забастовка? Вы с вами это не можете сладить? Что с вами? Я лучше вот туда пойду, в ту фирму. Поэтому понятно, что администрация это очень боится. Вот они в таком положении и довели дело до завершения. Но этого мало. Что они, так сказать, только собираются. Они проводили коллективные действия. Какие? Ну, окей. Вот принимается решение провести в течение месяца коллективные действия. Каждая бригада должна работать строго по правилам. А что такое строго по правилам? Строго по правилам? С чего начаться должна работать? Как вы считаете? Вот пришел человек на работу. Что он должен сделать? Во-первых, не надо приходить за полтора часа, как они ходили до этого. Если у вас акция, электрические действия, приходите тютельку в тютельку. Ну, за пять минут. Раз. Во-вторых, вы пришли. А если вам не обеспечены там? Вы же переодеваться будете? Если у вас какие-то что-то невыдано или что-то старое, вы не должны работать, если у вас не в порядке. Правильно? Это потому что опасно же. Это же может привести к травмам. Или к вашему заболеванию. А потом будет платить администрация. Нет, вы не можете администрацию подводить. Значит, сразу пишите бумагу и ждете, когда принесут. Вот как рубу вам принесут, которую положено. Или если вам ботинки должны быть железным носком, а вам дали кожаный. Вам же не на танцы. У меня сюда упадет груз. Алюминий перегружает. Килограмм 60-70. И все, и пальцев моих нету. Не, я сижу, жду. А что ждете? А вот сейчас должны принести. Как только вот обуюсь и буду работать. Что там еще по правилам? Давайте дальше. Начать с чего надо работать? Кто знаком с работой? С осмотра рабочего места. А? С осмотра рабочего места. Осмотрели. Если все в порядке? Одно. А если что-то не в порядке, то что? Надо вызывать тех, кто отвечает за то, что было все в порядке. И стоять у них над душой. Ну, когда вы? Когда вы закончите? Я работать должен. А ты никак не можешь делать. Правильно? Что надо демонстрировать? Стремление к работе. Так. А дальше, когда они закончили, что надо сделать? Работать? Это не проверить? Нет. Надо вызвать инженера по технику безопасности. Ваш инструктаж прошли? Каждый день надо проходить на некоторых работах. Вы проходили инструктаж? Сколько вопросов заготовили? Сколько? 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 Правильно. Заготовили 100 вопросов. Вот вы мне сейчас можете задавать 100 вопросов. Говорите, мне кажется, только не уходите домой, пока не ответите. Все-таки у нас такие вопросы к вам. И мы с вами тут будем сидеть до завтрашнего дня. А вы что, задаете? Задаете? Ну, потому что такие люди, магистры, не в состоянии, что ли, задать такой вопрос. А я все буду отвечать и отвечать, и отвечать, и отвечать. А время все идет, рабочее идет, и идет, и идет. Ну, часа два проходит, а потом что? Вот у докеров надо еще пойти теперь, в соответствии с тем, что рассказывали, проверять тороса. На торосах, вот на 10 сантиметров, на них должно быть обрыв от двух к одной проволочке. Допустимо. Если две проволочки, все, они работают. Ну, торосов-то много, а они длинные еще. Тут-то нет, надо там посмотреть. Так, закончили. Все. Дальше. Все. Вот, инженер по технике безопасности с вами распрощался. И вперед. Куда вперед? Осмотр техники. Вы исправную технику видели-ка там полностью? Нет? Вот вы рветесь на работу, приходите, опять нет, и это опять не в порядке. Что вы должны делать? Кто там у вас отвечает за... Вот как раз там есть подразделение механизации. Вот они должны исправлять. А вы записали в журнал и сидите. Чего сидите? А ждете, когда исправят? Можно на неисправной технике работать? А? Что, хотите, чтобы кому-то ногу голову оторвало? А кто будет отвечать? Если к вам кто-то придет, вы скажете, кто будет отвечать? Вы? Напиши, что я отвечаю. Если оторвет ногу или голову, я отвечаю Ивану. Он отвернется и уйдет. Обед наступит. Ну, после обеда можно заработать. Но поскольку дохеры, они вот виртуозы, они что делают? Они после обеда выполняют норму на 102% дневную. До вечера. А обычно у них норму они выполняют на 180%, 160%. Ну, соответственно, у них там есть заработок и приработок. То есть быстрее выполняете объем, то вы получаете дополнительную плату. Так вот, они идут некоторые ущемления для себя, но они обеспечивают выполнение на 102%. А если будет 99%, вам скажут, вы не выполнили производственное задание. Им это не надо. Они и акцию сделали, и задание производственное. Но в субботу и воскресенье тоже не пойдут на работу. А кто пойдет на работу в субботу и воскресенье? Кто? Шрикбрекер. Потому что акция профсоюзная. А вы пошли в субботу зарабатывать. Не надо ходить. Сейчас акция у нас закончится, вот ваша бригада. И каждая бригада должна по неделе так отработать. А эту организацию трясет, бригад много, трясет целый месяц. А вы все в неделю так. Не надо всем дружно, надо всем не дружно. Вот сейчас ваша бригада, потом вот это, потом вот это. И тянется, 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 тянется. Так что вот, кто такие представители работников? Это люди, которые не просто, сказать, мы уполномочены, а те, которые соображают, как представлять интересы работников, чтобы в самых, так сказать, условиях, вроде бы неимоверных, непонятных, добиваться успеха. Вот такая задача. Спасибо за внимание. На этом, поскольку никаких акций с вашей стороны предложения не поступило, на этом мы и закончим. Но мы всегда в состоянии с вами провести совместное собрание, бесконечное, с требованием улучшить вам условия работы. И стипендию повысить. Да, и стипендию повысить. Тысяча пятьсот сколько? Тысяча шестьсот, а повысили на сто двадцать. А это магистром тысяч шестьсот? Да. О, это вы можете не одну неделю, а полторы прожить. Да? На тысяч шестьсот. Покупайте хлеб, молоко, может быть, и протянете. Можно просить сухарей, товарищ. Ища шестьсот. Ужас. Да. Да, да. Значит, какая к вам просьба? Значит, вот сделать такой письменный анализ и устный. Устный, я даю вам слово, вы выступаете. Зато мне уже надоело вам рассказывать всё. Скажут, что я вас не уважаю, что сидят такие достойные люди. Как Цезерон бы сказал, сколько достойных людей молчит, а один говорит, и он хочет, чтобы ему ещё за это деньги давали. Так что вот вы должны в положении ораторов побывать ещё. Спасибо за внимание. Успехов с праздником вас. Великой Октябрьской социалистической революции. Спасибо. Спасибо.